16 команд провели уикенд на раскаленном песке прямо на площади Ленина Кубок губернатора по пляжному волейболу. Собрал как начинающих, так и именитых спортсменов, среди которых были и участники чемпионата Европы, а также призеры чемпионата России. Кульминацией соревнований стали игры за первые места. По разные стороны сетки мужские команды из Тулы и Орла. Каждый забитый мяч сопровождался бурными аплодисментами болельщиков с трибун. За Орловскую команду кричу. Все нравится. Я в принципе пришла ближе к танцу мероприятия. Мне нравится. Здоровская идея, конечно. Все равно много критики было, но я считаю, что место хорошее и народ собирается смотреть. А так бы где-то было поездное, мне кажется, было бы не так бы массовое. За Тулы я болею. Я приехал из Москвы играть за Болхов. Я их даже не знаю, но они молодцы, они хорошо играют. Мне нравится их игра. Поэтому я хочу, чтобы они победили. Финальные игры выдались по-настоящему жаркими. Партии заканчивались минимальным разрывом в счете. После двух поединков для определения победителя потребовалась решающая партия. В итоге победили спортсмены из Тульской области. Площадки отличные. В Туле у нас, правда, таких нет, но в центре города. Но как-то сами справляемся. Если бы позвали бы еще сюда, конечно, поехали бы поиграть с радостью. Второе место среди мужских команд досталось орловским спортсменам, которые, несмотря на поражение в финале, результатом остались довольны. Все соперники на рунире серьезные. Как уже говорил, не знаешь, как каждый соперник играет, у кого какие сильные, какие слабые стороны. Но с этими ребятами мы уже встречаемся не первый раз. По очередным встречам было 1-1, и вот они нас третий раз победили. Ну, могли первую партию выигрывать, но в концовке чуть-чуть ошиблись. Но волейбол, он ставится на ошибках. Кто больше ошибается, он проигрывает. Среди женских команд первое место заняли Полина Цыганова и Дарья Мастикова. Девушки представляли команду Московской области. В финале им уступили призеры Чемпионата России по пляжному волейболу Елизавета Новикова и Елена Федюнова. В финале, конечно, приглашенные гости, разумеется. Удача такая в нашей жизни встретиться с Еленой Федюновой, Елизаветой Новиковой. Мы так включены. Ну, хорошо, конечно, их обыграли. Также в тройку призеров вошли Вадим Федосов и Дмитрий Шевляков, представляющие Тверской и Оренбургской области, Любовь Кушнир и Мария Никулина из Брянска. Это самый главный итог. Это нужно продолжать, нужно развивать. Буквально через несколько дней эта площадка переместится на стадион Мини-Ленина, где каждый желающий сможет попробовать свои силы и будем развивать. Я думаю, что эта традиция хорошая, которая появилась, ее нужно дальше реализовывать. Но я напомню, что мы, посмотрев, что мы можем сделать для детей, для наших детей в области, уже в этом году открываем спортивный комплекс, где каждый желающий сможет заниматься спортом и будем продолжать свою работу. Потому что не бывает без здоровых детей, не бывает здорового будущего. Поэтому вот именно эти эмоции, этот спорт, это раздало к нашему успеху. Я желаю всем приобщаться, участвовать и побольше на всех таких мероприятиях. Наталья Чинина, Арсений Куликов, Телеканал, Первый областной.